Владимир Высоцкий Чьи поступки слова влияют на судьбы людей и в целом на судьбу страны? Мы будем беседовать с теми, кто сам, прокладывая свою колею в жизни, всегда во всем остается человеком. Мир без таких людей не может быть таким, каким мы его с вами себе представляем. И это заслуживает огромного внимания и особого уважения в авторской программе «Своя колея» с Альбертом Салтыковым. И сегодня у меня в гостях именно тот человек, я бы сказал бы по-другому, очаровательный человек, настоящая женщина, пример для всех женщин. И обаятельно, и мне очень приятно, Мариночка, доброго здоровья и вам тоже, что вы пришли ко мне в гости, и чтобы поделиться своими мнениями, своими рассказами, своей интересной жизнью, которую действительно вы проложили свою колею в жизни. Она у вас есть. Марина Кінах – заслужена журналістка України, відома громадська діячка, незмінна преса та ще Українського Союзу промисловців та підприємців. Понад 20 років вона организовує фестивалі для талановитих, а також особливих дітей. Використовує усі доступні майданчики, щоб популяризувати соціальну відповідальність підприємництва. Активна учасниця багатьох телевізійних програм. А головною метою вважає допомогти тим, хто потрапив у біду, сказати добре слово та захистити слабкого. Здравствуйте, Альберт. Я тоже рада вас видеть. Спасибо за приглашение. Ну, вы правильно начали передачу. Женщинам нужно делать комплименты. Я всегда об этом говорю. Говорите, что они красивые, что они умные, что они прекрасно выглядят. У них тогда всегда будет хорошее настроение. Мне бы хотелось вас спросить, и чтобы телезрители нас понимали, что я хочу поделиться с ними тем основными ценностями в жизни, которые должен человек обладать. И с которыми пусть даже тяжело идти в жизни, как бы несмотря на все неприятности, трудности, успехи, что всегда во всем надо оставаться человеком, а человек пишется с большой буквы. Я вот хочу задать вам первый вопрос такой. Что вы больше всего цените в людях? Вы начали с Высоцкого. А я бы хотела процитировать своего любимого Юрия Левитанского, который говорил, каждый выбирает по себе. Женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Щиты, латы, посохи, заплаты, время окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Я хочу сказать, что каждый выбирает для себя. Ту дорогу, которую я выбрала для себя, считаю правильной. Я иду по ней очень много лет. И я бы никогда ничего не поменяла в своей жизни. Потому что все равно уже две трети жизни прожито. Как бы нам это не было грустно. Выросли дети, растут внуки. И, наверное, я все сделала в этой жизни правильно. И выбрала свою именно дорогу. Это дорогого что стоит. У меня был такой вопрос к вам. Что бы вы поменяли в своей жизни? Если вот случайно ли вдруг начать ее сначала? Я услышал ответ. Люди, которые действительно добились очень многого в этой жизни, как и вы. Мало кто сказал бы, что я хочу все сначала поменять. Я по-другому бы ее прожил бы. Но ведь это же огромный труд. Это огромный труд. Это и гены. К счастью или к сожалению, которые закладывают родители. Это и воспитание. Это и семейная жизнь длинная. Это и муж. Это и дети. Это и традиции. Это и мой дорогой город Киев, в котором и я родилась. И мои родители, и бабушки, и дедушки. Мы все учились в одной школе. И, конечно, это наша жизнь. И я бы ничего в ней, еще раз говорю, никогда бы не поменяла. Мариночка, вот мне хотелось бы услышать и телезрителям тоже, что вам в последнее время, час назад, день назад, вчера, принесло такую радость, которую вы действительно чувствуете, что вы сделали что-то настоящее. И вы на протяжении жизни делаете очень много всего. И, как вы правильно сказали, что мы не хвастаемся, но об этом надо говорить всегда. Вот что у вас произошло такого недавно в жизни? У меня каждый день происходят различные события. Я в этом живу. Я всегда отвечаю на телефонные звонки. Я всегда отвечаю на письма. И мне до всего всегда есть дело. Ну вот если вы говорите про вчерашний день, то вчера... Можно и сегодня. Ну вот вчера, например, я посетила в больнице одну маленькую девочку. И мы с ней пообщались. Я получила огромное удовольствие. Это знакомые или незнакомые? Нет, это незнакомые люди. Это девочка с телевизионного проекта. А я работаю экспертом в телевизионных социальных проектах. Касается каждого. Говорить, Украина. Я работала на очень таком культовом, интересном телевизионном проекте «Вид пацанки да понянки». Да, да. Серьезно, я бы сказал. И мне это дало огромный опыт. И для себя самой научиться чему-то интересного. И, конечно же, научить молодое поколение. И вот девочкина мама сегодня утром мне прислала письмо, что Маша улыбается, и Маша обязательно вам вышит собственными руками картину. И вы знаете, я когда это слышу, это вижу, я понимаю, что я не просто не зря живу. Я живу правильно. Боженька пусть помогает, и девочке, и чтобы она действительно была здоровенькой. И такими делами, знаете, оно всегда… Ой, у нас, знаете, столько, Альберт, больных детей, к сожалению, и этим должно заниматься государство. Это многим, чем должно заниматься государство. И поэтому я не всегда не говорю в эфирах где-то о политике, потому что там хватает экспертов и тех, которые говорят очень много и постоянно. Но сам факт, я почему хочу затронуть эту тему гостей моих, которые на протяжении своей жизни, вот свою колею, вот собственную, своими руками, своей жизнью, поступками. И чтобы телезрители слушали, знали об этом, и как правильно надо жить. Мы их не учим, мы показываем, вы показываете свою историю. Заходят по-другому жить, пусть они идут своей колеей. Но мы должны им показать, как правильно. Мы должны показать, да. Или во всяком случае, да, на собственном опыте. На опыте. И их научить. Я знаю, что у вас есть… Вы знаете, у каждого человека есть своя поговорка, пословица. И я прочитал, вы всегда… Как-то у вас самая главная поговорка – это мамина, да? Что не старайся быть другой или кому-то там, перед кем-то быть лучше и как-то вот… Но всегда оставайся самой собой. Что бы ни случилось, какие бы должности не занимали твои близкие, родители, муж, жена, ты всегда должен оставаться самим собой. Никогда не меняйся. Я за свою жизнь никогда не изменилась. Меня всю жизнь называют Марина. Ну, я там не говорю о детях, которые называют по имя-отчеству. И на мне никогда не отражались, во всяком случае, посты моего мужа. Он был и премьер-министром, и вице-премьер-министром, и министром. Но я всегда оставалась с Мариной. Тоже добился сам всего. Никто на блюдечке ничего не проносит. Я помню, как он сказал, вы сказали, что… Как вас называют, я уже говорил, что он журналистам давал интервью, и говорит, кем работает ваша супруга? Мариночка у меня работает женой. Женой, да. Да, потому что многие пытались передать через меня какие-то документы, какие-то прошения. Он сказал, Марина работает женой. Да, ну я думаю, что… Ну я и работаю женой очень-очень много лет. Я думаю, что скоро такую профессию введут, и чтобы она была действительно, она очень важная и знаковая такая профессия. И это дорогого, что стоит тоже. Вы, я знаю, что творческий человек. Когда вы поступали еще в автодорожный институт, да? Вот так судьба поломает людей, что, вы знаете, он все равно находит свою колею, и в нее как-то попадает. И эта судьба, это не везение, это не удача. Это просто человек, когда идет, добивается, видит цель, есть у него мечта. Всегда так происходит со всеми. И потом у вас там были переломные моменты, и вы начали заниматься журналистикой, да? И музыкальное направление там, и интервью различные. И тут произошел у вас, наверное, такой уже стабильный взрослый такой шаг в жизни. Да, уже с 91-го года я работаю журналистом. Вот было очень интересно, как оно все так меняется. Время было такое, люди меняли специальность. Но дело в том, что мы учились в таких вузах, еще в Советском Союзе, которые давали огромное базовое образование. И с таким образованием можно было работать кем угодно и учиться где угодно. Это сейчас дети наши, и молодежь получает узконаправленное образование. Или они биологи, или они физики, или они журналисты. Мы же получали общее базовое образование, как в школе, так и в институте. Я до сих пор знаю прекрасно математику, физику, геометрию, алгебру. Ну, я не знаю, все. Историю, географию. Я могу рассуждать на любые темы. И это не забывается никогда. Совершенно верно. Я играю на фортепиано, хотя я музыкальную школу закончила. Не пугайтесь. В 1974 году. Но по сегодняшний день я сажусь за инструмент и играю абсолютно любое произведение. Дай Бог, что мы с вами почаще собирались и играли. Я надеюсь, что мы еще с вами споем когда-нибудь. Да, обязательно. Еще и дуэтную песню. Конечно. Кстати, мой муж поклонник Высоцкого. Он знает абсолютно все его песни, часто слушает. У него собрано огромное количество дисков, и для него это замечательный поэт и исполнитель. Будет интересно, конечно, и поговорить. Так что, действительно, своя колея у каждого. Главное, чтобы рядом кто-то был. Вы помните, у каждого в жизни своя колея, свои надежды, свои мечты. Вот кто-то скажет, у меня есть я, а кто-то скажет, у меня есть ты. Главное, чтобы рядом был любимый человек. Человек, который тебя бы понимал, который был единым целым с тобой. И он, может быть, не похож совершенно внешне. У него, может быть, другой характер. Он другое видение чего-либо. Но он тебе по духу родной, по сердцу. И он всегда будет рядом. Вот когда такой человек найден, то считай, что жизнь состоялась. Вроде бы ничего такого задуманного. Как мало надо человеку для счастья. Знаете, всегда я говорю, что чтобы быть счастливым, надо просто быть человеком. Любить для друга, уважать, поддерживать, убрать со своей жизни ненависть. А у вас есть такой принцип, за что вы ненавидите людей? Вот какие-то такие критерии. За что я люблю или наоборот? Ненавидите. Ненавижу. Вот ненавидите, что вы. Ой, ну... Много, да? Я абсолютно как все люди. Мы же все одинаковые. Мы не любим неискренность. Ну да, фальшь. Но мы уже не говорим про подлость, фальшь. Мне непонятны сейчас многие события, которые происходят. Я не приемлю ни нормативную лексику в массовых мероприятиях, ни в фильмах, ни в спектаклях. Но мы живем в этом мире. Мы должны к этому привыкать. Мы должны понимать, что среди нас есть люди, которые на нас не похожи. Сейчас есть странные браки, не будем конкретизировать. Если нам это непонятно, это же не говорит о том, что этого нет. Поэтому это нужно принять и понимать, что мир изменился. А мы должны меняться вместе с миром. Иначе у нас ничего не получится. Мы все-таки старшее поколение. И мы должны понимать эту молодежь. Мои внуки ориентируются в интернете, снимают тиктоки, ведут какие-то программы. И как-то все это умеют делать. И странно, мне это непонятно. Но я прислушиваюсь. Я даже могу позвонить и спросить, как поставить какую-то историю. Или как это делается там на фейсбуке или в инстаграме. Ну что же делать, Альберт? Такая жизнь. Но тем не менее, им без нас будет сложно. Если мы их не научим и не расскажем, и не привьем им вот эти жизненные ценности, семейные, о которых вы говорите, у них тоже ничего не получится. Я хотел об этом сказать. И какие бы дети ни были, они все равно у нас чему-то учатся, с чем потом они живут. Конечно. Уберут новое. Иены – это страшное дело. Это только говорят, что, но тем не менее, это передается по наследству. Я скажу, что вы волевая женщина. И я вот, мы даже когда общаемся и в соцсетях, и каждое утро и вы просыпаетесь, и я, и мы друг друга видим. Каждый из нас думает, откуда силы берутся. Наверное, берутся, наверное, как-то они берутся, потому что иммунитет заложен уже от родителей. И я, вы знаете, когда прочитал историю, много интервью ваших, и меня очень тронуло до глубины то, что спрашивают у многих, где вы были, как вы были, с кем вы были, а что там, а что. Вот я был там на севере или не знаю, где на краю земли. И рассказывают эту саму ситуацию. Меня поразила ситуация, когда для вас самое такое было личное, неприкасаемое и далекое то, что вы были, поехали на… Соловецкие острова, наверное. Соловецкие острова, да, да, да. Вы знаете, я объездила весь мир. Меня это очень обрадовало. И где я только не была, и по долгу службы, и вообще в путешествиях. А туда чего вы поехали? Я очень люблю путешествовать. Но для меня это была самая знаковая поездка в моей жизни. Мой отец прошел всю войну. В 41-м году он ушел на фронт молодым юношей, закончил войну в 45-м, служил до 47-го, еще в Днепровской военной флотилии, восстанавливал наш с вами любимый город. Но свою службу начинал он во время войны на Соловецких островах. Там была школа Юнг Северного флота. И мой папа там служил. И столько, сколько он рассказывал об этом, я впитывала это как губка. Я видела этот якорь у него на руке, эту татуировку, с которой он жил всю жизнь. И якорь был очень интересной формы. Это был северный якорь. И я поехала туда от газеты «Комсомольская правда». Написала большой материал «Дух истории живет на Соловках». И нашла эту школу Юнг. Я поднялась во все скиты, во все монастыри. Я изучила историю Соловецких островов. Я получила такое удовольствие от прикосновения к этой истории. Кстати, там история и Украины есть. Наш знаменитый Гетман Канишевский там тоже был. И я нашла эту пещеру, где он провел свои годы. Вы не представляете, как это интересно. И это остается памяти на всю жизнь. И я точно знаю, что когда мои внуки вырастут, их дети мои тоже повезут на Соловецкие острова показать, где служил их прадедушка. Потом мой папа освобождал Мурманск, получил уникальную медаль за оборону советского Заполярья. И всю жизнь чтил память ветеранов и тех людей, которые погибли. Дожил до глубокой старости. Умер почти в 93 года. И ему было больно за людей своего возраста, которых, к сожалению, можно сказать, нивелировали до такого состояния, что им было даже уже стыдно последнее время, что они ветераны Великой Отечественной войны. А вот это больно. Нельзя изменить историю. Это наша история. Мы должны об этом помнить, передавать это детям, из поколения в поколение. И если мы не будем этого помнить, то и следующая история забудется. Ну, вы же понимаете, в Китае никому не придет в голову снести памятник Мао Цзэдуну. У него было много хорошего и плохого, но это история. История китайцев. Так и это наша история. Тем более я считаю, что мы все живы благодаря тому, что они погибли, что они освободили нашу страну. И сколько воевало во время войны украинцев, русских, белорусов, грузинов, армян, литовцев. Сколько это был единый народ. И сейчас народ нельзя пытаться рассоединить. Мы все должны быть вместе. Мы любим друг друга. Не важно, на каком мы говорим языке и в каком уголочке нашей любимой Украины мы живем. Главное, что мы понимаем друг друга, любим друг друга. Все любим одну страну. И мы ни в коем случае не должны поссориться. Потому что мы все братья и сестры. Я смотрю тоже политические телеканалы, такие ток-шоу. Не хотелось касаться политики, но это такой деликатный вопрос. Как воюют одна сторона с другой стороной. Кто где был, кто кого забрал. Это страшно. Это настолько... Я не знаю, может это популярность такая? Или такие сейчас... Может зарабатывают на этом свою популярность? Ну то, что зарабатывают, да. Они же, может, и живут от того, чтобы заработать. Но я бы хотел, чтобы к ним немножко какая-то хоть бы совесть вернулась или понимание, или уважение к народу Украины, а не тем, на какую тему его пригласили сказать. И он высказывается про ветеранов. Это сложно, Альберт, вопрос. А я хотел вас спросить. Вот вы сказали за татуировку. Северный якорь, да? А какие еще бывают якоря? Вы знаете, или... Ну, у него была очень интересная какая-то форма. У него был какой-то круглый такой элемент. И я потом его нашла на Соловках. И весь пол, и в монастыре, и всюду был выложен вот такими маленькими кусочками мозаики в виде этих якорей. Это была история очень интересная. Нам с вами не хватит никакого эфира, чтобы я рассказала о своих впечатлениях и поездке на Соловецкие острова. Для меня вообще тема Великой Отечественной войны очень больная. Может, потому что мои родители воевали, и друзья родители. И я выросла с праздником Дня Победы 9 мая. И он со мной останется до конца жизни. И никто никогда у меня не отберет его. Я всегда буду праздновать День Победы 9 мая. Немножко, конечно, грустно, как говорят. Но вы знаете, я недавно был на дне рождения во Львовской области. И мне так очень понравилось. Конечно, для меня это не новость. И я так и такими словами живу. И стала мама именинница. Ей 96 лет. И что бы вы пожелали. Вот кроме всех там для сына здоровья, я хочу дожить до того времени, когда люди начнут друг друга уважать. Я настолько наконец-то услышал, например, и думаю, а почему нельзя какие-то ценности эти институты организовать, да, например, чтобы они учили, как надо, что надо. Вот. И я, конечно... А есть у вас семейная традиция? Да, есть у меня семейная традиция. 9 мая. Кто бы где ни находился, мы все собираемся за единым столом. Мы проведываем папу на кладбище, кладем цветы, поем военные песни. Я их все знаю наизусть, с детства. За столом вся семья. Конечно. Начинаем с журавлей. И заканчиваем Днем Победы. И всегда все собираются вместе. Мы всегда празднуем Дни Рождения. Я всегда знаю, где мои дети, где мои внуки, где мой муж, где мои родные племянники, которые после смерти моей единственной родной сестры стали моими детьми. Я всегда в курсе их интересов. Я знаю, во что они одеты, где они обедают, какие они смотрят фильмы, какие читают книги, где они отдыхают. Мне это все всегда интересно. Ну, это, конечно, заслуживает уважения. Я счастливый человек, потому что мои дети выросли правильными людьми. Ну, видите, я уже получил ответ на вопрос, вроде кого или чего вы живете. Это ваши дети, внуки, семья, близкие. А вы профессии или направляли своих детей, чтобы они вот были вот туда пошли? Нет, они все выбирали свою профессию сами. Вот старшая дочь, она юрист, доктор юридических наук, адвокат. Средняя дочь, она профессиональный лингвист, переводчик. Младшая дочь, она занимается детской психологией, она психолог. И два сына, один дипломат, а второй экономист. И все получили одну профессию. Извините, все мои дети получили разные профессии, но в одном нашем Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. И никто не повторил профессию. Я поздравляю мам своих друзей, пап. Я с ними со всеми общаюсь, дружу. Я прихожу к ним в гости, я люблю с ними посидеть. Я вообще люблю стариков и детей. Знаете, для меня старики и дети – это что-то такое высокое, чистое. Чистые, святые, душевные, открытые. Меня это всегда беспокоит, когда я вижу, как они страдают от недопонимания, от недооценки. Сейчас говорю о стариках. И как страшно, когда в нашей стране болеют дети. Я хочу дожить до того времени, когда это будет основной заботой государства вылечить своих детей, которые, не дай бог, заболели. Чтобы мамы не волновались, а рожали детей как можно больше. И понимали, что государство им поможет дать детям образование и вылечит их в случае, если они заболеют. Вот я к этому стремлюсь, я этим занимаюсь. Я больше 20 лет занимаюсь детскими благотворительными проектами. И три года назад вместе со своей партнером и подругой Ксюшей Киевской мы создали детский благотворительный фонд в Мэне Емой Бутне. Теперь мы занимаемся еще детьми, которые живут на линии огня в Марьинке. И там, где каждый день взрываются гранаты, и дети прячутся в бомбоубежище, в подвалы. И я знаю, что это дело всей моей жизни. Я никогда это не брошу. Сколько буду жить, столько буду заниматься этими детскими благотворительными проектами. А еще, если была моя воля, уж извините, что занимаю вас сейчас, я бы создала прекрасный какой-нибудь, в хорошем смысле слова, дом для престарелых. Там, где могли бы они общаться. И ветераны сцены, и ветераны отечественной войны, да их уже так мало осталось. Представляете, последний призывался, какой, 45-й год, ну что сейчас уже говорить? Ой, 25-й год, извините. Уже это совершенно люди пожилые, их единицы осталось. Давайте их сохраним, поможем им. Вот я бы этим занималась. Это то, что мне интересно, и то, что меня в жизни очень волнует. Я вам скажу, что это тоже моя мечта, когда я занимался бизнесом, и я хотел сделать не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы дать им радость, чтобы они беззаботно, пусть слово, ну оно такое есть, дожили жизнь достойно и с радостью. И даже достойно ушли из жизни, без боли, красиво, как положено. Стыдно говорить о том, как сейчас у нас хоронят в крематории людей, поэтому не будем касаться этой больной темы. Но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы вы в этом услышали. Я заезжал, недавно заезжал, и очередь огромная. Как сейчас в магазинную очередь, так и там. Совершенно верно. Нужно простоять в очередь в крематории. Выглядит он ужасно. Там старые цветы, летают голуби. Там обстановка недостойная для ухода человека. Конвейер, конвейер, конвейер. Очень страшно. Мариночка, вы знаете, каждый душевный разговор, конечно, мы можем о всем говорить и много чем можем поделиться. А тем более мы про стариков вспоминали, какой огромный у них опыт, какой огромный у них потенциал, чтобы передать то красивое, настоящее, что уже прожито и получено, и оно остается всегда не портиться, будем так говорить. Ну, мы относимся к тем людям, вы относитесь, кто не разговаривает, не жалуется, не кричит, не бегает, а делает свою работу монотонно, кропотливо и делает, делает, делает. А вы знаете, надо работать 24 часа в сутки. Да. Это лучшее лекарство от любой депрессии успокаивает нервы. Если человек занят, если он утром встал и понимает, что ему нужно привести себя в порядок, сделать прическу, макияж, выйти на улицу, заняться делом, любимым, и у него сразу будет другое настроение. Это надо посоветовать тем, кто бегает, нечем заняться. И страдает, и все время плачет. Я хотел бы спеть, вспомнил песню, сейчас возьму гитару, с вашего позволения. А вы видите, как пандемия нас всех научила сейчас, показала нам, что мы какие социальные люди, мы же не можем жить без объятий, без поцелуев, без посидела, без песен под гитару, без стихов, без бокала вина. А вот артистам сказали вообще ничего не делать. Лежите, не пойте, не работайте, не занимайтесь, не предложив им ничего. Конечно, это можно жаловаться, можно возмущаться, мы не будем, наверное, этим заниматься. Я хочу спеть песню Владимира Высоцкого, которая называется «Корабли». «Корабли». Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоды. Не пройдет и полгода, И я появлюсь, Чтобы снова уйти, Чтобы снова уйти На полгода Не пройдет и полгода, И я появлюсь, Чтобы снова уйти, Чтобы снова уйти На полгода возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли нынче выйдет из моты. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Есть у вас любимый стих или стих, который вы любите, или такой, который ближе к душе, например? Ой, вы знаете, у меня очень много. А вот так вот, под этот душевный разговор для передачи, для телезрителей, сказать такое душевное, откровенное, красивое, настоящее. Душевное. Душевных совершенно много. Они все от души написаны. Они все от души. Я знаю много стихотворений Евтушенко, Цветаевой, Ахмадулиной, Пастернака. Ну, для того, чтобы мы все-таки закончили передачу на какой-то более-менее юмористической ноте, для того, чтобы нашим телезрителям добавить положительных эмоций, я бы все-таки какое-нибудь четверстише такое с юмором. Ну да. У меня много внуков, и я всегда говорю своим друзьям, и хочу сказать всем, жестоки с нами дети, но поверьте, что далее на свет родятся внуки. А внуки – это кара нашим детям за наши перенесенные муки. Поэтому, дети, хорошо себя ведите, воспитывайте своих внуков, а нам, старшему поколению, позвольте им только передать наши ценности и все то, что их ждет в будущем. Ну, дай Бог. Занимайтесь сами. Дай Бог. Мы тоже хотим жить. Нам же добавили 10 лет жизни, вы знаете, нашему поколению добавили 10 новых лет. Вроде мы уже пенсионеры, а тем не менее мы полны жизненных сил, энергии, эмоций. Поэтому нужно найти вот этот баланс между бабушкой и женщиной. И тогда у вас все получится. Спасибо огромное, Мариночка, за то, что вы сегодня уделили время, пришли. А что бы вы хотели пожелать телезрителям, людям, нашей любимой Украине? Пожелать. Нашей любимой Украине всегда желаю мира, чтобы закончилась война, чтобы никогда не погибали наши сыновья, чтобы наши дети были счастливы. Это самое большое мое желание, да не только мое, всех матерей Украины, а всем людям я хочу, конечно же, в условиях страшного коронавируса, пандемии, пожелать только здоровья, здоровья и оптимизма, что если что-то случается, то обязательно все будет хорошо. Нам Бог дает те испытания, которые мы можем выдержать. И, наверное, Он нам это все и посылает для того, чтобы мы были счастливы и боролись, и находили силы в себе все плохое зачеркнуть и иметь только хорошее. И всегда оставаться человеком. Оставаться человеком. И самим собой. Никогда себе не изменяйте. Дорогие друзья. Всегда будьте самим собой. Спасибо, Мариночка, огромное. И вашей семье, и вашим деткам, и внукам. Я хочу сказать, будьте здоровенькие. И радуйте нас. И действительно, вы делаете ту работу, она очень тяжела. Пусть она нелегко вам приходится, ее как-то создавать, делать, стремиться, но это достойно того и уважения, внимания, любви к вам и поддержки. Дорогие телезрители, на этом мы будем заканчивать программу «Своя колея». Я скажу, что в этой передаче люди имеют честь, а слово имеет свою силу и правду на телеканале «Правда тут». До новых встреч. Всем доброго здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова